Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Генеральный спонсор тележурнала «Страна Советов» Томатологическая клиника «Центродент». Клиника «Центродент». Полный спектр стоматологических услуг, ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центродент». Улица Калужская, 3038. Запись по телефону 95 7703. Приветствую всех и каждого по отдельности. Меня зовут Оля Миланович и это «Глянцевый» журнал «Страна Советов». Еще с давних времен люди уделяли огромное внимание своим волосам, видя в них в зависимости от состояния либо источник красоты, либо предмет жизненных неудач. Однако со временем приоритеты не изменились. И, пожалуй, каждая современная девушка желает стать обладательницей роскошных волос. Но как сохранить их сильными, а самое главное красивыми, узнаете со страниц нашего модного глянца. Идеальный образ найден. Реалити-шоу «Большая перемена» продолжается. Скажем прощая радикальным методам похудения. Эксклюзивное интервью с певицей-акулой. Правильный рацион для ваших волос. Идем в кино. Выбор нашего глянца. Узнаем имя очередной девушки номера. Когда речь заходит о следовании модным тенденциям, выбор цвета волос может стать настоящей проблемой. Луиза Гальвин, звездный стилист из Великобритании, объясняет, что правильный цвет должен включать в себя оттенки, близкие к вашему натуральному цвету. Но об остальных тенденциях в сфере окрашивания вам расскажут наши стилисты из проекта «Большая перемена». Нонна Мирная, 24 года, бармен. Два года назад окончила вуз. Поработала по профессии в качестве логиста недолго. И нашла свое призвание в искусстве смешивания коктейлей. В моей жизни произошла большая перемена. Поскольку я все время проживала с родителями, сейчас я приобрела жилье. И для меня это действительно большой шаг в самостоятельную жизнь. С этим мне хочется поменяться также и внешне. И я надеюсь, ваша команда «Большой перемен» мне в этом поможет. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Нона. Сегодня я буду вашим парикмахером-колористом. Буду подбирать вам образ, цвет волос и стрижки. Проходите. Спасибо. Волосы немного устали, я хочу их оживить. Одновременно во время окрашивания краски. Краска будет не перманентная, не глубокая. Окрашивание будет, это будет тонирование, полуперманентное окрашивание. Хочу нанести немножко другой цветовой нюанс. Слегка поменять волосы, цвет волос. А что касается стрижки, решу потом. И по сложившейся традиции «Большой перемены» наша героиня увидит себя только после преображения. Полуперманентное окрашивание подходит как раз девушкам юным, у которых нет седых волос, непигментированных волос. Это не глубокое окрашивание, но достаточно стойкое. Не нужно его бояться. В течение месяца или полутора месяцев цвет будет сохранен и очень бережно вымываться из волоса. После применения шампуня для окрашенных волос я использую маску. Но в этот раз я выбрала маску для тонких и ослабленных волос, чтобы восстановить волосы ноны максимально. Сделаем небольшую паузу и отправим нонну в руки стилиста проекта Ирины Сортовой. Я выбирала себе одежду и в итоге остановилась вот на таком платье ярком. И на заметку телезрительницам яркий цветочный принт сейчас в тренде. И большинство мировых дизайнеров отдали свое предпочтение ярким, глубоким цветам, таким как синий, зеленый, желтый. Держи, пожалуйста, свое платье. И его дополнит вот такой вот браслет объемный и туфли на высоком каблуке. На этом преображение не заканчивается. Отправляем нонну к визажисту. Сегодня будет дневной макияж, который подчеркнет достоинство ноны, ее молодость и девичью красоту. Елена Петренко поделилась небольшим секретом. Самые лучшие тени, которые позволяют заиграть зеленым глазам, должны содержать розовый цвет. Сегодня, например, я нанесла нашей героине теплый розовый и подчеркнула его графитом. Снова возвращаем нашу героиню в кресло к главному мастеру проекта Елене Спиркиной и заканчиваем образ. А сейчас настал момент, когда наша героиня увидит себя впервые после «Большой перемены». Ну что, готова увидеть себя новую? Угу. Страшно? Страшно. Боишься? Ну, есть немножко. Тогда разворачиваемся. Раз, два, три. Да ладно. Ай, клево. Офигеть. Я не ожидала. Ты, наверное, боялась, что коротко будет? Да, когда я увидела, как вы срезаете волосы, у меня аж прям мурашки побежали по коже. А сейчас вообще просто, просто отлично. Макияж? Макияж тоже здорово. Не ожидала никогда, в принципе, не пользовалась такими там тоннами. Но сейчас вижу, что они мне идут. Ну что, «Большая перемена» удалась? Удалась. Хочу сказать большое спасибо команде «Большая перемена». Это здорово. Я вообще... Слов нет. В общем, спасибо большое. Я просто счастлива. «Большая перемена» удалась. Как говорят, красота начинается изнутри. И каждая девушка просто обязана знать, что диеты, ограничивающие потребление белка, весьма негативно сказываются на состоянии ваших волос. Которые, кстати, и сами на 97% состоят из белка кератина. Ну а если вам срочно нужно привести себя в форму, есть гораздо более щадящие, а самое главное, эффективные методы. Какие? Узнайте из материалов нашей следующей рубрики. Гладкая кожа, крепкие ногти, шелковистые волосы. Так выглядит красота в нашем понимании. Но не все так просто. Салонные процедуры и домашний уход хорошо, но недостаточно. Настоящая красота скрывается внутри нас. Прежде всего, красота – это нормальное функционирование клетки. Потому что одним из факторов, скажем так, некрасоты – это постепенное затухание функционала клетки. Соответственно, в дальнейшем ее отмирание, назовем таким страшным словом смерть, да, соответственно, процесс катится назад. Быть красивой означает предостановить процесс увядания клетки, дать ей силы для полноценной работы. А для этого каждой из них необходима подпитка извне. Основополагающим фактором для кожи в первую очередь является влага. К сожалению, наш современный образ жизни дает очень большой дефицит этой влаги. И плюс воздействие негативных факторов способствует тому, что та влага, которую мы потребляем, она либо расходуется, либо просто не попадает в организм. Следующая группа необходимых нам веществ – антиоксиданты. Их задача – защита клетки от негативных воздействий и агрессивных факторов. И третья группа – это вещества-модуляторы. Вещества, которые будут не давать клеточке уснуть. Масло виноградной косточки – известный всем коэнзим Q10, различные микро- и макроэлементы, аминокислоты и другие вещества. Вот то, что действительно делает нас привлекательными. Это еще такая маленькая проблема, как же эти вещества доставить в организм. Любое вещество, попадая в человека, должно пройти систему желудочно-кишечного тракта. Неутешительные цифры. От одной таблетки, содержащей все необходимые нам вещества, мы усваиваем. Порядка 6% от капсулы всего лишь 25. Однако технологии не стоят на месте. В 2005 году американскими учеными была разработана технология суспензированных гелей. Они создали структуру, наиболее подобную внутренней структуре. Соответственно, попадая в наш организм, ничего не разрушается. Организм пропускает это как свой-чужой. Своё пропускаем, проходим. И доказано тоже клиническими исследованиями, что при данной технологии количество веществ, которые попадают к нам в организм, равняется 98%. Сегодня продукция компании «Эджел» известна по всему миру. В частности, продукт «Гло», созданный специально для того, чтобы дать вашему организму необходимые питательные вещества для вашего здоровья и красоты, как снаружи, так и изнутри. Необходимая концентрация и высокая усвояемость питательных веществ дают значительный эффект. «Гло» является абсолютно натуральным продуктом. В его состав входят лучшие ингредиенты, созданные самой природой – от семян винограда до полифенолов граната. Узнать больше о продукте «Гло» марки «Эджел» и способах его приобретения можно в офисе компании «Эджел» по адресу бизнес-центр Кловер-Сити, площадь Победы 10, офис 701 и по телефону 59 3106. Сияющие волосы – показатель здоровья вашего организма. И зачастую, если вы болеете или неправильно питаетесь, они становятся ломкими и тусклыми. Ну и кому это нужно, дорогие девушки? Здесь важно уяснить для себя, что преждевременная профилактика куда лучше вынужденного лечения. Ну а убедиться в этом вы сможете, посмотрев нашу следующую рубрику. Как и любая болезнь, лишний вес нуждается в правильном и своевременном лечении. Наилучшего результата можно добиться при помощи комплексного подхода, устраняя как физиологические, так и психологические факторы набора веса. Пациент теряет лишние килограммы, при этом не испытывая стресса и психологического давления. Мы начинаем с того, что проводим диагностику всего организма и плюс еще психодиагностика. В случае нарушения обмена веществ по назначению эндокринолога назначается медикаментозное лечение. Далее составление индивидуальной программы питания. В соответствии с результатами исследования было разработано меню на две недели. Я вас очень прошу, чтобы вы его придерживались и в дневнике питания очень чтобы все записывали. Завтрак, обед, ужин и еще между этими приемами пищи у вас будут перекусы. Одновременно с переходом на новый режим питания пациент проходит психокоррекцию, которая включает в себя аудио и видеорелаксацию по специальной программе, а также трансовые методики. Психокоррекция позволяет справиться со стрессом, который, как известно, является одной из главных причин набора веса. Переход на новый режим питания и, в принципе, на новую волну происходит плавно и комфортно. Ощущение абсолютно полного спокойствия и достаточно приятно было. А как сейчас себя ощущаете? Хорошо. Дополнительно назначаются различные процедуры, включая ЛФК. Если занятия спортом противопоказаны, пациент проходит миостимуляцию, искусственную стимуляцию мышц. Хороший результат дают кедровая бочка совместно с массажем и различными видами обертываний – шоколадным или озоновым. В некоторых случаях потеря веса за одну процедуру может составлять до двух килограмм. Важно! Все процедуры необходимо проходить под строгим наблюдением врача. После снижения веса человек приходит к нам повторно, да, и мы корректируем те назначения, которые были ранее. Проделанная работа совместно с психокоррекцией позволяет сохранить результат и в дальнейшем следить за собственным весом. Пациент будет самостоятельно. Клиника Плюсорта предлагает вам комплексный подход для снижения веса. Сегодня здесь созданы все условия для достижения наилучшего результата в комфортных для вас условиях. Вежливый персонал, квалифицированные специалисты и наличие всего необходимого оборудования помогут справиться вам с вашей проблемой. Клиника Плюсорта, улица Красная, 63А, телефон 670313. А теперь хочу сообщить вам, ну просто, умопомрачительную новость. Уже сейчас стартует конкурс Мисс Лето Страны Советов. Оставляй заявку на участие вместе со своими фотографиями в нашем официальном паблике ВКонтакте. Победительниц ожидают шикарные призы, фотосессии, участие в нашей программе и возможность стать ведущей первого городского канала. Не упусти свой шанс. Мы, девочки, любим, чтобы все было идеально. Красивая улыбка, аккуратный маникюр и здоровые волосы. Вот те самые три пункта, на которые мужчины обращают в первую очередь внимание. По крайней мере, как гласит статистика. Ну а что расскажет о своих волосах звезда 90-х, певица Акула, узнаете из нашего любимого раздела «Модные персоны». «Модные персоны» Ну что, большая радость, большое событие. Оксана Пачепа, наша любимая Акула у нас в Калининграде. Привет! Спасибо огромное. Прям хочется вас всех раз целовать. А вы знаете, вы не сдерживаете себя. Если хочется, то можно. Шопинг, вот эти вот все страсти девичьи близки. Рассказывай, делись секретами с нашими модницами калининградскими. Где покупаешь одежду? Сколько вот это платье, например, стоит? Вот это платье мне подарила жена моего директора. Ну мы периодически, конечно же, обмениваемся комплиментами. Учитывая, что их общий ребенок – это мой крестник. А сегодня я одеваю просто платье, которое я только что привезла из Испании. Меря, я понимаю, неужели за два дня… Выросли? У меня есть такая особенность. Я могу очень резко поправиться, очень резко похудеть. Вот такая, а-а-а, снимаем. Она же с бирками. И предыдущая покупка у меня, допустим, из Дубая. Я не так давно начала летать в жаркие страны, потому что очень много было работы, и я не могла себе позволить. Нужно было денежки копить, помогать всем всегда. И на собственное развитие. Ведь никто тебе манну небесную не скинет там, да, сверху. Это все нужно было аккумулировать, вкладывать. И поэтому, ну, на самом деле, откровенно говоря, не было возможности прям там ездить по жарким странам постоянно. Это, кстати, наверное, ответ для всех телезрителей, кто думает, что вот артистам все так просто дается, что там деньги сыпятся, о, корпоратив и все. Я была помешана на волосах, конечно же, каждый день. Не было такого дня, чтобы я вышла с такой же прической, как сегодня. Вот ты, допустим, поставил себе чубчик, и завтра ты можешь это сделать вот так. У нас же уже лаки есть, понимаешь, уже они хотя бы есть. Учитывая, что у меня был очень строгий папа, он делал вот так. Вот так вот, когда я пыталась прошмыгнуть мимо папы, он делал, стоять. Он мне военный просил. Я такая, стоять, по стойке смирно, вот такой, иди сюда. Я подхожу. И он знает, что делать? Это смертельно. Для меня это было просто до слез обидно. Мне же нужно, чтобы каждая волосинка была идеальна к волосинке. Я сумасшедшая на эту тему. Мне нужно будет прям идеально до идеального, еще идеальнее идеального. И вот это вот целых несколько часов, учитывая, что у меня всего там на прогулку немного времени, я выходила, дефилировала 10 минут, возвращалась обратно домой, все. У меня прогулка удалась. А папа делал вот так, перед тем, как я выйду. Вот так, снимай его. Вот так. Это что такое? Это что такое? Папа, ты все не работал? Вот. Нет, это вообще не работало. Это вообще не работало. Быстро смыло пошло. Вот все. Ну зачем же такая любовь? Что исполнится? Ну зачем же такая любовь? Что не нравится, получается. Спасибо, мне очень понравилось. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Да, мне очень приятно было с тобой познакомиться. И вот тебе еще одна. Еще одна? Еще одна. Вы смотрите Первый городской. Меня зовут Оксана Пачапа. Или просто акула. Калининград. Воревер! Наша красота в наших руках. Включите в свой рацион больше витаминов и белка. А самое главное, продукты, содержащие омега-3. Именно они помогут вам стать обладательницей роскошных волос. Ну а как правильно приготовить все эти продукты, чтобы сохранить как можно больше витаминов и полезных веществ, узнаете из нашей постоянной рубрики «5 минут от шефа». Сегодня будем готовить необычные роллы на десерт. Как гласит рекламный слоган, в баунте райское наслаждение. Для приготовления райского десерта нам понадобятся следующие ингредиенты. Рисовая бумага, банан, клубника, киви, сливочный сыр, сладкий рис, кокосовая стружка. Приготовление начинаем с рисовой бумаги, которую без труда можно найти в супермаркетах города. Кладем ее на бамбуковую циновку, сверху распределяем сладкий рис. Далее погружаем наш полуфабрикат в кокосовую стружку и приступаем к нашей начинке. Наносим сливочный сыр «Филадельфия», затем очищаем банан и киви и нарезаем их дольками. Укладываем на сыр, рядом клубнику и заворачиваем ролл. Нарезаем сладкий ролл и укладываем на тарелку. Сверху поливаем шоколадным соусом. Наш десерт готов! Приятного аппетита! Актриса Энн Хэтуи не только остригла свои шикарные волосы, но еще и похудела на целых 10 килограмм ради роли в экранизации романа «Отчаянные». Эх, на что только не идут звезды Голливуда ради главных ролей. Ну а результат их стараний мы можем оценить в нашем еженедельном кинообзоре. Всем привет, меня зовут Артем Рыжков. Сегодня мы поговорим о новых фильмах, которые вышли на экраны нашего города. И начнем с самого главного, он называется «Эффект Калибри». Там сыграл актер, который, ну, не знаю, известен, наверное, всем нам уже давным-давно. И это такой, например, замена Брюса Вильлеса, «Крепкого орешка» вообще в нашем кино российском, я бы даже сказал. Это Джейсон Стэттем. Он появился первый раз в фильме «Карта, деньги, два ствола», и с тех пор как-то вот очень сильно врос в нашу действительность. Я думаю, что он даже у нас популярнее намного, чем во всем остальном мире. Вот Джейсон Стэттем, в отличие от Брюса Вильлеса и всех других вот таких очень мощных мужчин, которые, ну, очень жестко поступают, но при этом у них доброе сердце и есть чувство юмора, он до сих пор дает определенное качество. То есть любой фильм с его участием – это определенный уровень. То есть это не значит, что это какой-то вышаг, и это будут Оскары, там, призы на фестивалях, ничего подобного он не делает. Он на самом деле вообще не выпендривается. То есть в фильмах он так выпендривается, но он не старается как-то вот замахнуться на какие-то там супер-роли и не претендует на то, чтобы там номинироваться на призы и так далее. То есть он дает качество и никогда не падает ниже. Работа нужна? Да. Ты знаешь, чем я занимаюсь. С дороги, дружище. Вот что такое эффект калибрия, я думаю, все знают. Вот мы знаем эффект бабочки – это то же самое. По большому счету, это где-то кто-то там махает крыльями, но только здесь крылья еще меньше, чем у бабочки. Вот. И что-то начинает происходить, какая-то цепь событий. И в конце Джейсон Стэттем эта цепь прекращает или, наоборот, вот, заканчивает. Скажи, где справедливость? Кто вы? Этот город прогнил насквозь. Я на самом деле большой поклонник фильмов, где речь идет о каких-то мошенничествах, аферах и так далее. За времен вот этого знаменитого фильма 60-х годов, где играл Пол Ньюман, он так назывался «Афера». И это, ну, в прямом смысле такой был прародитель целого жанра фильмов, где кого-то как-то разводят на какие-то деньги и делают это настолько красиво, что тот человек, которого развели, он даже не обижается. Это как раз такой фильм, где банда мошенников или иллюзионистов, вот они пытаются там грабить банки, грабить людей богатых, то есть поэтому, в общем, этим богатым людям, ну, у них так много денег, ну, станет чуть меньше, не страшно, как я думаю. Ну вот, и там играет Джесси Айзенберг, то есть это актер, ну, за которым стоит наблюдать. Во-первых, у него выражение лица очень правильное, то есть вот смотришь на выражение этого лица, ты видишь, что он там не то, что красивый, там некрасивый, то есть вот это вообще оценки такой нет, у него просто такое есть чувство юмора, ну, и какая-то такая убежденность внутренняя в том, что он говорит и делает. Спасибо всем! Мы четыре садника! До нашего вечера! На мой взгляд, это развлекательный жанр, потому что есть, ну, фильмы, ну, вот как вот здесь вот на полке, за меня спиной стоят, то есть это совсем другое кино, то есть и туда иллюзия обмана, ну, никак бы вот на эту полку попасть не могла. Вот, но по развлекательной шкале это четыре с плюсом, то есть это очень высокая оценка для вот летних блокбастеров, потому что большинство из них, ну, они там спецэффекты, и мертвые люди какие-то там ходят, вот, изображают живых. Не важно, насколько грандиозен трюк, он был придуман давным-давно. И я считаю, что от того, что мы совершили, всех просто вскроем. Ну, все довольно просто, несмотря на название, иллюзия обмана, потому что этот фильм вас не обманет, то есть все будет очень хорошо, и вы заплатите деньги и не пожалеете. Всем пока, меня все еще зовут Артем Рыжков, увидимся в кино. Ну, а напоследок, как всегда, полюбуемся фотографиями девушки номера. Субтитры сделал DimaTorzok Красивые волосы – это, безусловно, гордость любой девушки. Уверена, воспользовавшись нашими советами, вы достигнете совершенного результата. С вами была Оля Миланович. До встречи на глянцевых страничках тележурнала «Страна Советов». Генеральный спонсор тележурнала «Страна Советов» Стоматологическая клиника «Центродент». Клиника «Центродент» – полный спектр стоматологических услуг, ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 – врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центродент», улица Калужская, 3038. Запись по телефону 95-77-03. Продолжение следует...